бывшие о жизни бывших социалистических как они там и начать конечно нужно с украины 20 лет назад примерно вот в это же время на волнах нашей радиостанции главного информационного радио страны вести fm я делал очень большой проект совместно с министерством иностранных дел российской дипломатии отечества и судьбы и в том числе комментируя различные договоры которые заключались в нашей истории от посольского приказа до министерства иностранных дел мы регулярно подчеркивали то главное как это зафиксировано на бумаге потому что это надо будет целиком и полностью выполнять и это было абсолютно незыблемое правило мировой дипломатии на этой неделе это правило было перечеркнуто дело все в том что физического договора вот этого пресловутой швейцарской конференции не существует в принципе он есть только в электронном виде это очень удобно для того чтобы любая страна могла бы присоединиться об этом можно было пафосно сообщить ну вот например конкретно сегодня присоединились барбадос и маршалов острова наверное это чрезвычайно важное воздействие оказывает на мировую политику когда так такие две крупнейшие страны присоединяются какому-то международному договору но тем не менее да если кто-то убывает из игры то в принципе об этом можно вообще не говорить ну убыли убыли чрезвычайно удобно ни один же человек не пойдет смотреть что там за это самое пресловутая электронная форма я сначала не поверил честно говоря в то что такой вариант вообще в принципе допустим и полез смотреть что по этому поводу извещает основной юридический украинский вестник судово-юридично газета и обнаружил что да действительно так и есть никакого физического носителя у договора нет но главное что все будут обсуждать именно этот договор и не будут задавать другие вопросы например по поводу состоянии дел в украинской энергетике правда же тоже чрезвычайно удобно гораздо солиднее говорить о том что вот барбадос присоединился и теперь уже точно совершенно дело сдвинется с мертвой точки нежели объяснять а почему собственно говоря ничего не делается для восстановления утерянных энергетических мощностей но ведь действительно это же очень важный момент государство просто машинально констатирует что две следующие зимы будут чрезвычайно тяжелые потому что мы потеряли такой-то процент выработки но никто не просроченный президент не депутаты верховной рады не члены правительства не даже журналисты не говорят о том а что делается для того чтобы эту ситуацию хотя бы как-то исправить вообще надо сказать что украина вот нынешняя украинская власть своей непосредственностью конечно способна умилить любого человека значит на этой неделе власть опять же посредством судово-юридичной газеты информируют заинтересованные лица но в нашем случае пенсионеров о том что им задолжали 174 миллиарда гривен ну трагично да когда люди всю жизнь работали строили государства в результате государства их кинула что предлагает сделать власть тоже что и всегда на украине будем поднимать налоги но возникает вопрос а куда делись эти пресловутые 174 миллиарда гривен если мы посмотрим на украинский бюджет образца 2021 года то мы обнаружим что деньги на это там вполне себе имеются если мы обнаружим бюджет на 2022 год то и в нем тоже будет зафиксирована это пресловутая цифра а вот уже по итогам двадцать третьего года деньги куда-то стремительно подевались ну любой нормальный человек понимает что подеваться эта сумма в принципе может только в какой-то офшор то есть ее тривиально украли как украли очень многое другое за последние два года на украине и для того чтобы вопросов по этому поводу звучало меньше выработана гениальная абсолютно формула первый пункт который гласит что мы подверглись невиданной в мировой истории гибридной агрессии со всех значит возможных сторон а второй пункт гласит о том что зато с нами барбадос и любой человек который собственно будет ознакомлен с этими двумя пунктами он поймет что это абсолютно исчерпывающее объяснение любого процесса я абсолютно сейчас не шучу не иронизирую это действительно так и есть таким образом вы можете объяснить например зверства военкомов понятно что интернет переполнен чудовищными абсолютно роликами если их выпускать в черно-белом цвете ну вот есть же сейчас такая опция до в мобильном телефоне то это в принципе можно подавать как какой-то неизвестный художественный фильм про немецкую ли оккупацию эпохи великой отечественной войны или про зверства румынов в одессе в то же самое время вы не отличите вот эту типологию потому что людей бросают на землю их бьют ногами потом их волокут куда-то куча есть уже история о том что больных людей забирают дальше бьют просто до самой смерти и как бы говорят о том что ну а что случился на приступы и и мы здесь ни при чем и власть не расследует вообще не один из указанных случаев даже уже то что вчера по большому счету взорвало медиа сферу это когда в днепропетровске коллективно избили какого-то очередного ветерана в услугу избивала группа людей под управлением депутата верховной рады и по совместительству значит родственника главы администрации просроченного президента ермака тищенко ну казалось бы да в любой другой стране где есть правосудие ну хорошо даже если есть намек на он и правосудие было бы возбуждено уголовное дело тем более что все герои которые вот есть на этих пресловутых съемках они все хорошо известны там женщина с нижайшей социальной ответственностью помощница значит этого пресловутого депутата рады там его личная охрана и даже сопровождающий офицер полиции днепропетровска ну не сложно догадаться до что уголовное дело не возбудили а стараются как бы всю эту историю замолчать и закатать аккуратнейшим образом под плинтус собственно даже никто и не возмущается вообще это удивительнейший момент когда в принципе полностью отсутствует какая-либо реакция общества хоть на что-нибудь ладно они не реагируют на мобилизацию но в конце концов это дело вкуса может быть они считают что геноцид собственного населения которое проводит власть это абсолютно правильно это ровно то что они вымаливали у бога в молитвах и это надо принять просто как данность подорожание продуктов которые им анонсировано на этой неделе связаны кстати совсем не с энергетическими проблемами а с тем что некоторые продавали слишком много хлеба в период существования этой пресловутой зерновой сделки и в результате судя по всему будет не добор по урожаю ну в результате в том числе той политики минирования которая проводилась украинскими властями в результате хлеб подорожает подорожание хлеба несложно представить да вызовет подорожание абсолютно всех остальных продуктов потому что это же все взаимосвязано плюс к тому подорожал бензин почему бензин подорожал потому что стали использовать больше генераторов которые жрут топлива но и по этому поводу ведь абсолютно никто не возмущается на этой неделе власть а объявила о том что украина на грани эпидемии а почему она на грани эпидемии но не только потому что до канализации постоянно прорывают но это как бы вообще отдельная история почему никто за все годы незалежности никогда не задавался вопросом о том нужно или нет что-то вообще все-таки ремонтировать проблема в другом выяснилось что исторически украина закупала вакцины всегда в россии даже при порошенко хотя казалось бы да он там тоже бегал и верещал про гибридные атаки на него эта схема была рабочая но 2020 во втором году зеленский посчитал что не нужно ничего закупать у россии и деньги которые казалось бы да можно было бы вложить в аналогичную закупку на вакцин и разнообразных там препаратов для прививок в европе были просто украдены за два года причем сразу и за 22 и за 23 и разумеется денег не хватает ну я грешным делом думал ну хорошо ладно украинские женщины их не волнует мобилизации их не волнует возрастающее число инвалидов опять-таки медиа сфера переполнена роликами где ветераны в су задают совершенно справедливый вопрос ну хорошо мы пошли защищать власть мы лишились конечности мы стали инвалидами мы стали нетрудоспособными а где собственно говоря наша пенсия они очень странные люди дело все в том что изначально в бюджет не закладывалось подобного рода трата я причем об этом могу совершенно серьезно сказать потому что мы с алексеем анатольевичем в конце прошлого года в эфире нашей радиостанции вести фм подробнейшим образом разбирали украинский бюджет что на что идет если там не закладывалась цифра то откуда возьмется это пресловутая пенсия поэтому ты можешь бесконечно запиливать подобного рода ролики результат никакого не будет так интересно что второй шаг который сделал бы любой нормальный человек среднестатистический громадянин не делаю я имею ввиду подачу суд ну можно подать было бы например там на беспредельного военкома который тебя упаковал ты потерял трудоспособность в результате этого тебе не платят пенсии ну что то можно было бы сделать но я обращаю внимание что ни одно дело не находится в суде в принципе хотя да уже куча подобного рода сюжетов и можно было бы полагать ну хоть в ком-то какое-то элементарное совершенно правовое сознание но таки пробудиться ничего подобного никого это не волнует на этой неделе рухнули мосты в киеве гауляйтер первое что сделал обвинил во всем русских но не в том плане что мы плохо построили эти мосты потому что это рухнуло не то что современное а это рухнули мосты которые делались в эпоху советской власти конечно здесь бы любой бы человек мог задать вопрос а когда последний раз осуществлялся ну хотя бы там условно какой-нибудь некий косметический ремонт этих конструкций не говоря уже про капитальный ремонт да ну нам вот москве есть чем сравнивать да у нас сергей семенович собянин все вот это вот завидным постоянством обновляет инспектирует дает указание вот здесь вот доделать вот тут вот докрутить если в принципе посмотреть какие вопросы обсуждает киевское гауляйтерство и киевский же городской совет то вы будете чрезвычайно удивлены потому что вопросов под поддержание инфраструктуры в должном виде вообще не ставится ну как собственно это не ставится и на общее украинском уровне и если в случае с условным харьковом они могут исходить из доктрины но чего это русский город в крайнем случае мы отдадим его русским но русские потом там и будут наводить порядок это кстати завидным постоянством звучит от украинских политиков почему на должном уровне не осуществляется так сказать забота об инфраструктуре то я искренне понимаю почему же в таком случае ничего не делается там где-нибудь во львове ивано-франковский да даже в том же самом киеве хотя казалось бы да киев это столица столица это визитная карточка это то что можно показать людям но почему-то это простейшая схема вообще никоим образом не работает не для украинской власти ну понятно эти воруют деньги но почему все время молчит общество вот это я отказываюсь понимать ладно там может быть церковь им не нравится в они там хотят себе новую какую-то и поэтому они спокойно относятся к гонениям но возвращаясь как бы к истории с мобилизацией на этой неделе верховная рада в первом чтении приняла законопроект о военной полиции ну наверное первый вопрос который здесь задал бы любой человек а что как бы у них ее не было было но она не была наделенная теми полномочиями которые нужны именно сегодня сегодня военная полиция будет заниматься комплексным отлом у хилянтов наверное любой человек спросит а зачем тогда нужны военкоматы но это как бы их прерогатива совершенно справедливо но военкоматы допустили такое количество запредельных уже эпизодов что бросают тень на армию по этой причине на многих армейских бусиках появились уже специальные наклейки что это как бы высу они военкомы вот для того чтобы убрать эту тень с армии надо создать некую новую структуру которая будет выполнять вот так такого рода функции кроме этого военная полиция должна вероятнее всего будет узаконить так называемые мотивационные мероприятия вы наверное удивитесь мотивировать к чему так это очень просто к тому чтобы вы не сбежали в фортепсе и не оголили тыл для как бы полного обвала всей линии обороны на этой неделе чудесное абсолютное интервью дал командир террористов азова ныне называющиеся третья штурмовая бригада который и употребил это словосочетание мобилизационные господи мобилизационные мотивирующие мероприятия как выяснилось под этим определением фигурирует давным-давно существовавшие и многократно проклинаемые на украине заград отряды то есть проводя могучую декоммунизацию выкорчевывая все что только можно сегодня например они снесли очередной бюст гагарину он мешал они тем не менее в нужный для себя момент вполне себе реализуют некие эпизоды из советской истории почему этим занимается вот это самая прославленная террористическая украинская часть хотя казалось бы да нам же ведь годами рассказывали что это люди прошедшие так сказать обучение по всем стандартам наты десет там мы поляки их тренировали прибалта там кого только не было и французы и американцы но на получив такое комплексное военное образование эти люди разумеется категорически не хотят пасть в первой же фортете под к вам 3000 в общем это и понятно но и же надо как-то задействовать все-таки в мероприятиях они же не могут только лишь исключительно снимать тик токи и давать бесконечные интервью во время теле марафона потому что у меня ощущение что вообще вот эти люди все они наверное работают в штате какого-то телеканала потому что в какое бы время ты не включил вот этот пресловутый селюковый теле марафон с гарантией минут через десять перед тобой будет опять не помещающийся в экран надутые ну правда не совсем одухотворенное лицо очередного террориста из 3 штурмовой ну вот видимо чтобы они не особенно а отъедались под софитами их используют как заград отряд не ну а чего стоишь ты там условно в 20 километрах от линии боевого соприкосновения тебе сухо тебе комфортно тебя кормят только смотри бинокль там или там посредством дронов не бежит ли кто если побежали ну пулеметик поставили кому не повезло тому не повезло вот это называется на правовым государством на украине это я напоминаю то самое явление которое в европейской комиссии на этой неделе получила характеристику то украина значительно продвинулась в стандартизации своего права под привычное европейское ну я не знаю в какой конституции в европе записано что надо вот вести себя таким образом сожалению у сула фон дер ляй нам этого почему-то до сих пор не объяснила идем дальше армении если бы в принципе кто-то учредил такой я не знаю почетное звание за проявленную политическую нелепость то конечно армения имела бы колоссальнейшие шансы получить ее вообще абсолютно во всех номинациях но давайте начнем с оппозиции полтора месяца люди занимались ничем то есть они объявляли акции они ходили вокруг здания парламента они собирались около церкви они делали великое множество заявлений при этом каждая из которых имела под собой выражаясь языком ильфа и петрова при наличии отсутствия вообще какой-то политической составляющей полтора месяца пустых абсолютно хождений ни один вопрос который они ставили перед гражданским обществом или же перед самими собой решен не был мы с сегодняшним уменинником алексеем анатольевичем мартыновым за 20 последних лет разобрали великое множество что цветных революций что акции политического активизма что просто политической борьбы на постсоветском пространстве но никогда еще раньше нам не приходилось разбирать звенящую пустоту потому что то что делала армянская оппозиция можно было в принципе не совершать можно было бы не заставлять людей под достаточно теплым кавказским солнцем просто бессмысленно как леммингом бродить по центру города потому что за все это время только развивалась история с вот этим пресловутым наконец-то уже составленным вроде как мирным договором между арменией азербайджаном как известно оппозиции он не нравился за все это время так и не был решен до конца вопрос с этими вот пресловутыми деревнями и территориями которые передаются потому что на этой неделе премьер-министр армении этот странный человек пашинян заговорил о том что вообще это надо вынести может быть на референдум я не знаю друзья если в мировой практике вообще подобного рода референдумы ну армения это страна возможности и видимо новых политических совершений поэтому там вполне себе это допустимо на этой же неделе произошел эпизод который наверное еще вот в будущем историки и политологи будут разбирать и думать как это вообще в принципе возможно значит как известно у армении с турции нету дипломатических отношений камнем преткновения являются события геноцида армян в османской империи в 1915 году это однако не помешало пашиняну позвонить эрдогану и поздравить его с религиозным праздником нет в принципе это хорошо когда политики начинают искать точки соприкосновения но лишь надо понимать что принципиально разный подход к оценке тех событий 1915 года если в армении это признают геноцидом но кстати в россии в том числе да у нас было поэтому поводу резолюция государственной думы еще в прошлом двадцатом столетии то в турции например факт геноцида отвергается за того как бы великое множество разнообразных трактов в том числе кстати фигурирует что шла ликвидация русской агентуры да не удивляйтесь есть еще и такое тоже определение она там не самое популярное но в принципе в исторической литературе встречается она кстати был одним из ключевых тогда в 1915 году ну потом за время пути конечно скорректировали но тем не менее такая . есть и сразу после этого звонка армения признает палестинскую государственность нет в принципе хорошо что армения член организации объединенных наций пытается следовать резолюциям но сразу после этого не турции шлет приветственную телеграмму армении ну согласитесь да когда у вас нету дипломатических отношений и у вас два таких события за одну неделю а если совсем быть точным то за два дня то у вас ну наверное возникнет вопрос а ну как бы вы имеете перед собой два взаимоисключающих фактов ну так же не бывает правда ну вот согласитесь да у нас сейчас сложные отношения с украиной до или соединенными штатами возьмем даже соединенные штаты ну не сложно догадаться да что вашингтон не отправляет нам телеграмму на 9 мая радостную да а мы в свою очередь едва ли будем посылать такую же радостную депешу на 4 июля на день независимости соединенных штатов а здесь это все работает причем с каждым днем вот этот общий политический фарс который сопровождает все последние четыре года армянской власти армянского что только лишь усиливается мне в этой связи да и не только мне мы с алексей анатольевичем об этом говорили даже на этой неделе мне интересно просто дом каких еще высот это все в принципе дойдет потому что для полноты ощущений еще и до ставка на то что парламент сам себя распустит которая изначально была гипер нелепой и мы об этом говорили в программе бывшие потому что в парламенте большинство у пашиняна а вовсе не у оппозиции и когда на этой неделе встал вопрос если быть точным это было в понедельник то разумеется депутаты от партии пашиняна на вот это заседание парламента не пришли и вопрос повестки был снят но согласитесь когда любой человек способен прочитать закон он наверное должен исходить из этого по какой причине армянская оппозиция демонстративно за все это время не удосуживалась прочитать собственно закон о выборах закон о формировании своего парламента я не возьмусь судить жалобы которые постоянно звучат из уст оппозиции что их третирует власть они смешные нелепы по той лишь причине что власть всегда во все века тебя будет защищать тем более товарищ пашинян пришедший к власти в результате оранжевой революции который у него называлась революция шагов он прошел путь оппозиционера через улицу пришел к власти но очевидно совершенно что выпускник лучших соросовских грантов свою власть и себя будет чрезвычайно любить правда у него это тоже получается как-то весьма и весьма своеобразно потому что на этой неделе товарищу пашиняну почему-то помешали так называемые хачкары это каменные религиозные кресты в армении их там достаточно много это ну такая национальная традиция я в бытность свою на гастролях несколько раз в республике я их видел спрашивается да ну вот что у тебя нету сейчас других дел никаких тебе вот только остался последний нерешенный вопрос это культурное историческое наследие между прочим эти самые пресловутые хачкары они вообще внесены юнеско в список достояния юнеско же для каждой страны составлял вот подобного рода список у нас например он начинается с красной площади вообще целиком всего архитектурного ансамбля ну а в армении это вот эти пресловутые значит каменные кресты но товарищу пашиняну теперь не угодно вот это я же почему и говорю что это вот абсолютная стопроцентная политическая нелепость в принципе вот даже если бы подобного рода события были бы единичным да это бы уже вызывало недоумение но вся палитра новостей из республики вот особенно на этой